Сегодня мы будем говорить об экономике сельского хозяйства. И говорить об этом я буду с руководителем агрохолдинга Нива Евгением Михеевым. Евгений Константинович признанный авторитет в агропромышленном комплексе региона. Хозяйство, которое он возглавляет, лидер по многим направлениям сельского хозяйства. В Ниве самые высокие надои на корову. По итогам 2020 года от каждой коровы надоили 11 660 килограммов молока. 55 тонн каждый день отправляют из этого сельхозпредприятия на переработку на молокозаводы Нижегородской области. Каждый год в Ниве получают в районе 50 центнеров зерна с каждого гектара. В этом году даже больше получили 25 центнеров с гектара рапса. В области ни одно сельхозпредприятие даже близко не подошло к этой цифре. Но самое главное, это экономические показатели, 270 миллионов рублей прибыли по итогам 2020 года. При этом в Ниве не берут кредиты, живут только на свои средства, вкладывают их в развитие, расширяются по всем направлениям. Как и за счет чего? Вот об этом мы сегодня и будем говорить. В этом году мы приобрели 12 тракторов, никаких не будет белорус, они ниже Джандир. Значит, 4 погрузчика, 2 комбайна, значит, роторных самых современных и завод по приготовлению бетона. 10 тонн в час бетона много строим. 180 миллионов рублей вложил Евгений Михеев в 2020 году в развитие своего сельхозпредприятия. Как он сам говорит, деньги не должны лежать на счету, деньги должны работать. В ответ ему обычно говорят, хорошо, когда деньги есть, а вот если их нет, значит, вы плохо работаете, отвечает Михеев, или считать не умеете. Кого-то это обижает, кто-то соглашается. Ведь все эти миллионы Михееву тоже не с неба свалились. Он их заработал, причем именно в сельскохозяйственном производстве. В 2012 году он объединил вокруг своего небольшого предприятия 7 обанкротившихся колхозов. Наше хозяйство сформировано с 2003 года по 2012 на базе 7 обанкротившихся, разорившихся хозяйств, где было очень много долгов, где по зарплате была задолженность, значит, ну, год зарплату не платили. Вот такие доели две фляги молока, и председатель колхоза на собственном УАЗике возил их на молокозавод. Вот такое было производство. Производство было нулевое. Сегодня агрохолдинг Нива – передовик в большинстве направлений, которыми занимаются. Михеев всегда на шаг впереди других нижегородских сельхозпроизводителей. Будь то растеневодство, животноводство, самые высокие надои, самая большая урожайность – все в Ниве. Уж не говоря о прибыли. Вот из чего складывается эта прибыль, где и на чем Михеев зарабатывает, мы сегодня и поговорим. Изначально скажу, что везде, и в растеневодстве, и в животноводстве, мы не фальшивим, только вот с самого начала мы такую стратегию выбрали. Нам нужно знать самим, что и как мы производим, и почем это обходится. Потому что экономика не сложится по-другому. Мы как раз не ставим задачей похвалиться и результатом своим. Результат сам происходит в результате ежедневного труда и применения знаний, которые ты получаешь в результате работы. На первый взгляд, Нива ничем особо от других нижегородских сельхозпредприятий не отличается. Такие же комбайны, такие же коровы, такие же животноводческие помещения, такие же сорта растений на полях. Секрет в рациональном использовании всех этих ресурсов. Здесь считают все. Есть даже специальный отдел, который занимается мониторингом цен. Экономика, она требует скорпулезного подсчета и правильного подсчета. Вот в этом плане мы садимся, значит, со специалистами, те, кто расходует деньги, кто их, значит, получает, и говорим, давайте посчитаем расходы у нас и что, чего, ну, вплоть до мелочей. И мы говорим, вот у нас должно получиться 200 миллионов прибыли за год. Оно так и получается. И мы уже знаем, куда их инвестировать. Три человека мой заместитель, я еще экономист, который каждый день рассматривает, что мы продаем и почем продаем, как рынок. И рассматриваем мировые цены, и как рынок на Украине по зерну, допустим, поставлен, и как молочный рынок на каких фирмах? На Данон, Вимбельдан, Княгинин, Городец, Павлова. Мы рассматриваем и со своими, значит, партнерами составляем договора, как правило, годовые уже, чтобы стабилизировать у нас, стабилизировать производство. Что зимой, что летом мы продаем, производим молоко примерно в одних и тех же объемах, только это постоянно идет рост. У нас постоянно 10, 15, 20 процентов у нас роста по всем направлениям. Важным элементом в экономике хозяйства Евгений Михеев считает переход на технологию ноутил. Это когда поля вообще не обрабатывают. Весной сюда заходит специальная сейлка, летом опрыскиватель несколько раз обрабатывает от болезней, сорняков и вредителей, и осенью комбайн убирает. Все, никакой вспашки, рыхления почвы здесь не происходит. По словам руководителя, на этом они экономят как минимум 30 процентов затрат в растеневодстве. Не пахали, не культивировали, не обороновали, не баранили. Вот, значит, применили препараты, которые снижают высоту колоса, то есть между узелем уменьшается, ротендантом называется. Вот, они немножко нам, значит, занизили высоту, иначе она бы выше полегла, полеглости нет. Но есть кое-какие выпады. Вот сказать, что здесь чего-то невыполнимо, все можно. Но расходы здесь, ну, на 40-50 процентов меньше. Вот это прибыль. И техники надо меньше. Если солярка не расход, техники тоже надо меньше. Техники меньше. И трассеристов надо меньше. Тут вот это, если понять, это очень, это как религия. Это как вот, может, кто верит в Магомета, кто в Аллах, кто в Зуза. А кто ни во что не верит. Технологии «Ноутил» особо хорошо себя проявляет в экстремальные годы, когда на полях переизбыток влаги или сильная засуха. Вот у нас, вот здесь через 25 километров, значит, есть еще отделение. Там зерна-то побольше, чем здесь будет Бурнуково. Вот там осадков выпало в три раза меньше. Я вообще ездил с ножом, вот, ну, сухо, не лезет ни хрена. Вот на этой зимы, думаю, ну что, а зимы вот тоже 96 гектар там. Ну, думаю, да, думаю, труба тут сделала, все это прочее. Так нет, 56 сантиметров, 56 сантиметров выдержало, вы понимаете? Три недели, вообще, 38 температуру полило, вообще. А если выпадет дождик, полтора-два миллиметра, вот тогда. Нет, нет, там удивительно, то есть расстояние никакое. Не было дождей, как это, как будто горы обходили. Да, вот вроде-ка рядом, не было дождей, а урожайность есть. Но если бы было все так просто. Но «Ноутил» начинает полностью давать отдачу только на шестой-седьмой год, а до этого нужно набраться терпения. Многие в этом вопросе пытались пойти по пути Михеева. Но пока ни у кого настолько эффективно не получилось. Одним не хватило терпения, другим средств, третьим знаний. Но бог с ней «сноутил». Это, как говорит Евгений Михеев, отдельная философия. Но другие приемы в растеневодстве, которые применяются в Ниве, вполне подходят для любого нижегородского сельхозпредприятия. Во-первых, работа с некачественными семенами. Вот просто так. Мы же сеем элита. Ниже элиты мы не сеем. То есть покупаем авторские семена, размножаем. Супер элита 2, супер элита 1. И семь только элитой. Я считаю. И у нас возможности есть. У нас компенсируют практически. 5 рублей компенсируют, если за 18 рублей покупают. 5 рублей компенсируют. По сути, вы покупаете по цене товарного. Но мы не покупаем. Вот те, кто товарное хозяйство, им обязательно... Но, как правило, если по статистике посмотреть, очень скупо на это. Покупают. Мы же видим, сколько покупают. 20-30 тонн на хозяйство элитных семян. А них даже для размножения не хватает. То есть с семенами нужно работать очень тщательно. И все. И затем... Второй вопрос. У нас до сих пор 50% в поле сеются за утрешиеся этими селками, которые еще были произведены сразу в послевоенное время, если не до войны. Качество селок должно быть все-таки на уровне. У нас, российских, очень есть они, но их очень мало. Их тоже надо выбирать. Но вот мы пользуемся в основном импортными селками, которые заделка семян. Они позволяют уменьшить расход семян на 1 гектар вместо 3-х сантиметров. Мы вот 2 сантиметра больше у нас не получается на 1 гектар. Потому что заделка и 100% схожесть. Продавать зерно сразу после уборки – это потеря как минимум 50% прибыли, говорит Евгений Михеев. Зимой зерно всегда дороже, чем осенью. Но только если оно качественное. А для этого нужны сортировки, сушилки, правильное хранение. Когда зерно убрали, там только пошли потери, оно не становится лучше. Может быть, даже ухудшать в связи с этими совредителями, в связи с тем, что где-то недосушили, где-то сыроватые положили, там образуются очаги возгорания. То есть и плесневеет зерно, и теряется, образуются микотоксины. И не все мельницы берут с удовольствием такое. А тем более птицефабрики очень жесткий входной контроль. И свиноводы тоже сейчас на комплекс. Очень все строго контролируется. Поэтому, чтобы торговать зерном, нужно все делать правильно. Ученые давно уже рассчитали нормы нагрузки на 1 единицу сельскохозяйственной техники. В зависимости от ее мощности. Ну вот, например, один трактор за год способен обработать 70 гектаров пашни. А один комбайн может убрать 150 гектаров зерновых. Цифры я взял условно. Понятно, что все тракторы и комбайны разные, и производительность у них разная. Но формулы расчета нагрузки на каждую единицу техники есть. Только в этих формулах не учитывается погодный фактор. В Ниве его учитывают. Потому здесь двойной запас прочности по сельскохозяйственной технике. И это, по словам Михеева, себя оправдывает и окупает. Мы живем в зоне рискованного земледелия. Вот оно почему рискованное? Потому что у нас нет по времени в начале посевной, и в конце уборки у нас погода, она уже зимой пахнет. И поэтому у нас нет разбега, что мы можем себе позволить весной сеять долго, это уже критично, и осенью убирать слишком долго. Это не Краснодар. И поэтому здесь нужно все делать в сроки. А иногда погода вносит свои коррективы, мы просто не успеваем нормальным набором техники, допустим, убрать. А что такое не убрал ты, допустим, 30% урожая? Это прямые убытки. И поэтому в какие-то моменты очень нужно сильно поднапречься. Как поднапречься? Вот нужно иметь профицит техники. Как минимум 50, а некоторые прозорливые головы говорят, что 80-100% нужно иметь профициты техники. Нет техники, которая не ломается. А что значит во время уборочной остановить комбайн на ремонт? Ну, хотя бы на сутки. Это неминуемые потери. А иную запчасть на комбайн даже в области не найдешь. Приходится посылать гонца на завод-производитель. А если завод за рубежом, где-нибудь в Америке? Пока эту запчасть самолетом в Москву доставят, оттуда к дилеру привезут. В хозяйство эта запчасть только к концу уборочной придет. И это не какая-то вымышленная история. Такие факты были у нас в Нижегородской области. Про запчасти затронули вопрос. Если вот вас сейчас проводить, вот просто сейчас спуститься на два этажа ниже, у нас склад. Я там недавно заходил туда, и там девчонки красили, значит, стеллажи подкрашивали. Я говорю, о бог ты мой, у вас как в метро, не видно даже конца, где кончается. То есть запчасти должны иметь запас. Ее не надо искать, она должна уже лежать. И у нас весь склад, он компьютеризирован. То есть любая запчасть, она есть, значит, в каталоге, она есть в базе данных. Ее моментально находят. И мы вот в запчасти, где-то у нас на 60 миллионов запчастей лежит на складе. И это не затраты. Это как раз экономия. Запчасти эти все равно рано или поздно пригодятся, поскольку тракторы и комбайны сегодня служат десятки лет. Но зато гарантировано, что ни трактор, ни комбайн не встанут надолго во время полевых работ. Плавно переходим к животноводству. Но здесь тоже без сельскохозяйственной техники не обойтись. Без нее карма не заготовишь. А в этом деле оперативность нужна еще больше, чем на уборочной. Один простой пример. В одном нижегородском сельхозпредприятии решили взять пример с Евгением Михеевым. И сделали такую же большую силосную траншею на 5000 тонн. Спора нет, это удобно. В большую траншею легко заезжать, работать погрузчиком, весь корм в одном месте. Но через несколько лет от такой заготовки кормов отказались. Качество корма в этом хозяйстве резко упало. А все потому, что закладывали они эту траншею две недели вместо положенных трех дней. Техники не хватало. Мы траншею объемом 5000 тонн закладываем за три дня. У нас три комбайна силосу уборочных. И техники немерены. Вот когда идет заготовка кормов, вот сенажа, то же самое. Техники мы считали на 240 миллионов. Техники работают в поле. Быстрота закладки – это один из залогов. Поэтому вот с погодой для того, чтобы силос, допустим, кукурузный, чтобы он созрел, чтобы там энергия была, чтобы там крахмал был, нужно ему все-таки попозже дать ему последних лучиков света солнечного летнего, чтобы он дозрел, чтобы он подсох и качество тем самым увеличить. И тогда, а после уже, ну, не бояться того, что ты не успеешь. То есть у тебя такая мощь, что ты всегда успеешь. Ну, а теперь, собственно, о самом животноводстве. Здесь Михеев взял такой разгон, что, как он сам говорит, даже самому жутко становится. Надой 11 600 литров на корову. Это рекорд для Нижегородской области. Нет, было однажды в Пушкинском 12 тысяч. Но там был рекорд ради рекорда. Молоко при этом было убыточно. В Ниве же рентабельность молока 40%. И опять все упирается в корма. Чтобы получать большое молоко, корову нужно правильно накормить. А специальные добавки для высоких удоев очень дорогие. В Ниве научились все необходимое корове выращивать у себя на полях. Мы используем на сенаж. Это люцерну, клевер, вика, ячмень, вика, пшеницу. И вот последние годы у нас очень удачно. Это горох. Горох. Да, на сенаж. В фазе, когда еще он мягкий, значит, скашиваем и на сенаж. А он зеленый. Листья зеленые. Бобик зеленый. И горох сам по себе белковый растительный. А ему не надо просыхать-то. Чтобы погрязить-то его нужно. А это часть, вот оболочка самого белка. Вот стебель, значит, стручки. А они, да, подсыхают. То есть, воды нет. То есть, вот это 65% влажности мы добиваемся. Да, мы его скашиваем. И он подвяливается. Даже плющим. Мы с плющилкой убираем горох. Плющим. И все нормально. Мы сами удивились, что так вот. Ну, вот таким неожиданным образом. Потому что, ну, не хватает иногда. Сенажа чувствуется. Нам нужно, как бы, подзаготовить побольше. Поэтому вот мы пошли на такой эксперимент. И удивились, что, в общем-то, сейчас мы даже думаем, что до половины сенажа мы будем делать из гороха. Вот в этом году мы будем просчитывать, какое качество будет у нас у люцерного сенажа, у клеверного сенажа, у сенажа из гороха и вика-смесь. И посмотрим себестоимость, деньги, качество. Будем сравнивать и будем уже ориентироваться. Кукурузный карнаж, рапсовый широт, в Ниве – все это свое. Сейчас в хозяйстве 1600 голов дойного стада. Строят еще один комплекс на 1000 голов. Заполнять его будут только со своего приплода. Никаких покупных животных. Сохраны стелят в хозяйстве почти стопроцентные. Такое редко где увидишь. Мы теряем деньги, во-первых, начиная стеляться с отела. Вот отелился теленок, его надо в течение двух часов высушить. И у нас специальные сушилки. Мы очень долго стремились, чтобы они были универсальные и правильные. То есть, теленок за 40 минут высушивается. И второе – его нужно в течение трех часов молозивом напоить. И у нас есть молозиво. Мы его замораживаем. И оно хранится в холодильниках, уже проверенное. То есть, там никаких нет заразы, ничего. И специально есть прибор, который размораживает в нужном режиме это молозиво до 38 градусов. Вот точно он сделал. Вот этим молозивом мы выпаиваем теленка. И это все под камеру, и это все проверяется. 500 литров молока мы расходуем на одного теленка, на телку. Как правило, мы телочку выращиваем. 500 литров молока. Все это выпаивается в виде кефира. Долго мы шли к этому вопросу, и не сразу он у нас получился. Но мы добились сейчас. Весь объем, который выпаивается телятом молока, он выпаивается в виде кефира. И причем температура кефира тоже должна быть 38 градусов. Вот так желудок устроен. У маленького теленка он только родил, что ему только при этой температуре максимально происходит никаких поносов. И у нас падежа нет практически. Падежа нет у молодняка. Для получения дополнительного заработка от животноводства в хозяйстве начали работать с так называемым сексированным семенем. Это когда заранее планируешь, кого тебе нужно, бычка или телочку. Поскольку у него хозяйство молочное и племенное, то им нужны исключительно телочки, то есть будущие коровы. После доращивания при продаже они получаются на 100 тысяч рублей дороже, чем бычки. Это окупает любые затраты на осеменение. Вчера считали, вот прямо на пальцах считали, что мы получаем по хозяйству, можем получить... Мы уже на сегодняшний день 147 телок лишних получили, работая с сексированным семенем. А в целом у нас план 200 телок. При нашем хозяйстве мы можем получить 200 лишних телок. Это 30 миллионов рублей. На расход на семя, значит, ну 5-8 миллионов рублей будет. А на другой 2,5 тысячи, одна спермодоза. Две спермодозы на одно осеменение. Ну, 2,2 бывает. Вот, да, это всего лишь 5 тысяч. А я вам говорил, что между бычком и телочкой разница в 100 тысяч. То есть, это 10% от упущих затрат на то, чтобы получить телочку. Но это очень большая экономика здесь скрывается. Я как бы, ну, вот почувствовал, что здесь есть, можно заработать. И надо в этом плане двигаться. Все, о чем мы сегодня говорим, это очевидные вещи, лежащие на поверхности. И доступные практически любому нижегородскому сельхозпредприятию. Просто нужно сломать стереотипы и посмотреть на сельское хозяйство под другим углом. Нужно смотреть на сельское хозяйство не как социальную отрасль, которая должна кормить страну и обеспечивать продуктами питания населения, а также смотреть на него. Ведь населению тоже нужно как можно дешевле, чтобы было продовольствие. И то есть, надо рассматривать как бизнес. И бизнес очень непростой. И поэтому здесь также приемлема и конкуренция, и другие элементы рыночной экономии. Поэтому нужно смотреть, что где удешевить производство, и при этом улучшить качество, и при этом получить как можно больше в одинаковых условиях. Вот эти параметры, они характерны для любого бизнеса. Как можно дешевле, больше и качественней. Несмотря на то, что агрохолдинг Нива сегодня является лучшим сельхозпредприятием в Нижегородской области, Евгений Михеев не почивает на лаврах, а каждый день ищет что-то новое, чего еще нет у него в хозяйстве. В Нижегородской области, а может быть даже и во всей стране. А может и поэтому, да наверное именно поэтому, Нива и является лучшим сельхозпредприятием Нижегородской области. Я до сих пор вот обучаюсь, и у меня литература, горы переваривают, литература аналитики, у меня анализируют, как область работает, как работает страна, как работает мир, какие урожаи и все прочее. А как без обучения? И поэтому здесь говорить о на таком хозяйстве, где очень хорошие результаты, а почему бы не поучиться-то?